Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Инна Судакова, о третьем её канале, так как на двух своих других и на том, на который она ещё подала апелляцию, ещё пока не рабочие. И выкладывать видеоролики она, походу, туда ещё не может. Поэтому она сейчас трудится, не покладая рук над первым каналом. Как она говорит, что она такая популярная сейчас стала, что, представляете, за какой короткий срок она набрала и часы просмотров, и столько подписчиков, и уже подала на монетизацию, и специально оформила этот канал на турецкий адрес, на турецкую карту. То есть у неё теперь есть чистый канал, как она сказала. Но только вот непонятно. Она же хотела скрыть навсегда, да? Как она круто умеет обманывать, что она хотела скрыть, значит, канал. Я не думаю, что она его скрывала. Ребят, я не верю в эту брехню. Ну, скорее всего, может быть, его открыли, да? И сейчас просто она не может туда публиковать видео. Возможно, там проверяют этот канал вдоль и поперёк, да, видеоролики. И, значит, как же так, Инночка? Ты же хотела всю грязь скрыть и войти в турецкую семью чистенькой. Но, наверное, не получается уже и скрыть, и придётся входить в турецкую семью грязненькой, да. Хотя, на самом деле, ребят, я вот, знаете, как-то не сторонник всяких вот этих закрытий каналов, когда идут взломы каналов. Как бы всё же, как ни крути, это какая-то работа блогеров. Вот всё-таки видео были её какие-то прикольные, когда она жила в Каменске, когда только действительно она там набирала обороты, была такой популярной. И вот те видео, они какие-то, на самом деле, интересные. Хоть и была внутри у неё эта злость, и вот как-то всё равно было всё не так. Просто сейчас как-то она сильно стала перегибать палку, сильно зазвездилась и даже призналась, что она такая популярная, такая популярная, что вот она уже сменила Аллу Пугачёву, Алла ушла в тень, а на её место пришла Инна. Ребят, я не могу, я смеялась над этим неизвестно как, ребят. В общем, Инночка, тебе до Алки, ой-ёй-ёй, как далеко. Только вот у Инны аудитория-то фанатов всего лишь, наверное, 1%. Да, а всё остальное – завистники, хейтеры, как она их называет. Значит, можно, ребят, сделать вывод, что она снимает не для поклонников, не для фанатов, ребят, а для хейтеров. Получается, популярна среди хейтеров. И что ж такая публичная персона Инна и с такой какой-то драной прической? Ну, правда, пора бы, может быть, уже в салон сходить красоты. Да, раз ты уже переплюнула Пугачёву, заняла её место, ну, надо бы как-то уже поухаживать за собой, а не постоянно с засаленной прической ходить. Да какая там прическа? Три волосины в пять рядов. И, кстати, как это наша новомодная Пугачёва и ест со сковородки? Ну, такая ещё миллионерша она у нас, что наворотила из того, что было, и, слушайте, глазом не моргнула, как это опрокинула мигом сковородку с тем, что она там набодяжила. Да, правда, точно, мукбанк малоимущей миллионерши. Кстати, это классный комментарий, который я прочитала на канале Инны. Ну, между прочим, вы знаете, я что-то как-то даже заметила, что есть и некоторые позитивные комментарии, поэтому есть всё-таки, есть всё-таки тот один процент зрителей, которым Инночка нравится. Ну, ребят, я повторюсь, ещё раз повторюсь, что... Ну, была она интересна когда-то. Сейчас, когда она уже одела корону и начала всех зафиг-зафиг отправлять и ножичком махать, конечно, знаете, кому это станет нравиться? Отсюда и что? Отсюда и хейтеры. Но, между прочим, если бы не было хейтеров, то, наверное, её каналы, сколько бы она ни создавала, все стояли бы на месте. Поэтому у неё всё заранее продумано и больше гнева, больше негатива будет она показывать. Также будет ещё больше негатива писать в комментариях и больше будут хейтеры её обсуждать. Да-да, не было бы хейтеров, не было бы у Инки такой славы. Кстати, ребят, вы помните, что раньше Инна кушала? Суши, салатики разные, тортики с вином, шампанское. А сейчас что она ест? Просто понимаете, сейчас, да, сейчас у Инны кризис. Повязла она в страйках вся, и каналы под вопросом, и на этот хочется побыстрее и побольше видосов залить, чтобы просмотры хоть какие-то были. А то, знаете, вот не получится даже с отсрочкой налоги заплатить. Да. Ну и, значит, по поводу Инкиного патриотизма. Значит, я вспоминаю те старые-старые видеоролики в Каменске, когда она снимала, и совсем другое мнение у Инки было относительно, да, политики. Совсем другое, совсем другое. А сейчас Инна у нас стала патриот. Нет, я вообще не имею ничего против, но не люблю просто вот это вот двуличие и наигранность. Ну и, кстати, вот в последних видеороликах, да, эти мукбанки, макбанки, что-то больно добренькое Инна, да. Неужели она действительно решила стать доброй и пушистой? Хотя, о чём это я? Она уже успела и на этом канале обозвать всех. Да, да, да. Всех, кто с ней не согласен, а не согласных 99%, как мы с вами знаем. И, знаете, мне кажется, всё равно она не выстоит, ребят, без нарушений. Не выстоит. Какая бы она ни пыталась быть доброй и пушистой. Во-первых, сейчас, как ни крути, нервозность присутствует, всё внутри бушует. Вы представляете, два канала, два канала в блоке. Загружать туда видео не может. Соответственно, приходится только на этот маленький канал загружать чуть ли не по 10 видосов. Ну, это я образно говорю. И то, и то тут ещё ждать, когда же будет монетизация. А ещё когда же придёт зарплата. Поэтому, ребятушки, ну, блин, представьте, как ей сейчас сложно быть доброй и пушистой, когда столько всего произошло. Да и добротой от неё, собственно, никогда не веяло. Инка, она всегда сама по себе. Это, знаете, как кошка, которая гуляет сама по себе. Точно так же и инка. Иногда, вот думаю, жалко бабу, одинокая, несчастная. Желчь из неё идёт отовсюду. Злющая на весь мир. Ну, понимаете, инка – это не тот человек, который будет меняться. Но, когда я услышала от неё, что вот она собирается якобы стать женой, стать матерью, я, ребят, тоже долго смеялась. Мне кажется, ну, блин, мало того, что Инна никого не примет к себе, да, делить одну квартиру и одну постель. И, кстати, где же Инночкин любимый, которому она так усердно готовила завтрак, да, и всем кричала, какая она счастливая. Да, не буду повторять её слов. И есть ли вообще этот любимый? В общем, ребят, буду заканчивать. Оставляйте свои комментарии, высказывайте своё мнение. А я, прежде чем с вами попрощаться, как всегда, желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, мои хорошие – это здоровье. Берегите себя, берегите своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok